Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну и соответственно не попасть под раздачу Что касается уровня бронепробития То здесь я бы сказал не очень все хорошо 204 мм с учетом того Что у меня в оборудовании калиброванные снаряды стоят Просто потому что вентилятор Здесь вообще ничего не решает И абсолютно ничего не добавляет Что касается угла склонения орудия вниз Минус 8 Вполне себе играбельно Мне лично достаточно Да может кому там придется немножечко привыкать Но в целом я думаю что Много боев это у вас не займет Ну что ребят берем машину И поехали ее затестим Итак друзья Что такое Шкода Шкода это такой танчик на котором вам необходимо Подъехать на какую нибудь позицию Быстренько опустошить свой барабан И свилять оттуда пятками Как можно быстрее Причем чем качественнее вы это сделаете Тем соответственно выше ваши шансы на успех Что касается того Какую глупость можно совершить на данной машине Остаться на одной позиции И думать что вы там выстоите В таком случае вам счастья не сыскать Что касается орудия Орудия здесь я бы сказал практически божественное Великолепное время сведения Обалденная точность Это действительно и есть Шкода Т27 Но далеко не каждому заходит Потому что далеко не каждый умеет справляться с этим орудием Как я уже сказал в отношении времени перезарядки Сейчас потенциально мог забросить три снаряда Но к сожалению Як панзер довернулся И соответственно я не смог реализовать В полном объеме свой магазин Что касается времени перезарядки Вполне можно его пережить Это действительно факт И бояться этого орудия не стоит К нему просто стоит Немножечко привыкнуть понять его Привыкнуть ко времени перезарядки И начать чувствовать его где-то там Знаете на интуитивном уровне И тогда будет вам счастьем Тогда будет у вас все получаться Приехали соперники А это значит что нам необходимо отсюда отваливать Перекатываемся за За этот Холм Ну и соответственно Хелсин пусти меня пожалуйста Вот зачем ты меня подпираешь Ты же видишь я на перезарядке Пытаюсь максимально качественно спрятаться Для того чтобы как можно дольше прожить Спасибо большое за внимание Поехали дальше Что касается подвижности По подвижности машина в целом неплохая Может быть не вровень с некоторыми другими тачками Но в целом ребят мне лично нравится Как сейчас я умудрился три раза промахнуться Это чума блин Но наверное больше мой косяк Нежели косяк машины Надо было просто Просто немножко подождать Досвестись нормально Не психовать не нервничать Ну и соответственно Был бы Был бы я на коне сейчас Ну и как видите Что касается бронепробития То даже с установленными Калиброванными снарядами Далек от идеала Ну и соответственно В этом я бы сказал Один из косяков Было бы гораздо лучше Если бы это орудие Все таки имело пробитие Ну скажем так Человеческое что ли Тогда можно было бы В полном объеме реализовывать Все остальные более качественные Характеристики по орудию Такс Даже не знаю что делать С одной стороны хочется Вылезти из-за холма И отправить двух товарищей Отдыхать С другой стороны понимаю Что могу этого и не сделать Так химера Добрали химеру Теперь что касается Экшен икса Наверное не вынесу Нет Не успел ребят Погорячился Выехал зазря Ну и соответственно Упоролся Вот такой вот результат Получился Ну как есть так есть По бортам пробивают Как вы видите Абсолютно Спокойно пробивают И в щеку башни Причем Били меня именно В лобовую проекцию То есть не сбоку Где-то залетало А именно когда я Вот так вот лбом стоял Короче говоря ребят Танковать здесь особо нечем Но что касается Качества орудия То оно действительно На высоте Досматриваем бой Ну и будем смотреть Результаты Итак друзья Поражением 1400 единиц нанесенного урона Один уничтоженный соперник Что касается нашей результативности В разрезе нашей команды По уровню нанесенного урона То в целом Особо хвастаться нечем С другой стороны Я вроде бы Как и задних не пасу Если бы не упоролся То скорее всего Мы смогли бы затащить И здесь я реально Может это вас удивит Но да Я готов поставить Сам себе дис Потому что я действительно Подставил в данном случае Команду И сыграл Не настолько качественно Как в принципе мог бы Да и в принципе Как самым Шкодом Т27 Позволяет это делать Ну что Давайте возьмем машину И попробуем еще раз Зайти в катку Для того чтобы Посмотреть Насколько ровно От боя к бою Играется данный танчик Итак друзья Второй бой И этот бой Я хотел бы начать С двух фраз Первая фраза Я не собираюсь Выбрасывать предыдущую катку Несмотря на то Что она была проигрышная По одной простой причине Потому что я не боюсь Ударить лицом в грязь Я признаю Что я не супертанкист Не киберспортсмен И я среднестатистический игрок Который играет С 55% побед И этого абсолютно Не стесняюсь Если вы играете Так же как и я То соответственно Мои видео Скорее всего Будут для вас Более полезные Нежели просмотр Красивых Бесспорно Видео В которых Супер круто Побеждают Мега танкисты Но при этом Все Поймите одно Не обязательно Что вы сможете Реализовывать машины Так же как они Ну и соответственно Возможно Приобретя Какую нибудь тачку Вы потом об этом Очень сильно будете жалеть Потому что Не получите того На что вы рассчитывали Изначально При приобретении Ну а что касается Второго То про Шкоду Т27 Хотелось бы сказать Наверное Самое главное Эта машина Явно не для Обычного Танкиста Уж тем более Не для начинающего Реализовать данную Тачку Дано далеко Не каждому И к ней Необходимо Сноровка Понимание Боя Понимание Когда уходить И куда Понимание Разъезда На каждой Карте Короче говоря Она потребует От вас Огромного Багажа Знаний В этой игре Ну и соответственно Это станет Я думаю Существенным Камнем Преткновения Для многих Танкистов Поэтому не торопитесь Ее покупать Хорошенько Подумайте Возможно Посмотрите Дополнительные Обзоры Ссылки я добавил В описании Для того чтобы Понимать Сможете ли вы Действительно Совладать С данной Тачкой Да Она обладает Крайне Большим Количеством Плюсов И в частности Бодрым Орудием С хорошим Временем Перезарядки Между собой В магазине Но при этом Все Она обладает И рядом Минусов С которыми Вам придется Тоже мириться Вот такая Вот правда Про Шкоду Т27 Я сейчас Попытаюсь Максимально Ее реализовать Насколько у меня Это получится Ну не знаю Я по крайней мере Буду прикладывать Максимум усилий Для этого А там дальше Поживем Увидим Так Одного Вроде бы Прихлопнули Уже хорошо Ко мне Едет Крайслер Которого Мне в принципе Встретить Нечем При этом Все У меня Еще и С этой стороны Соперники Есть Пускай Шотные Но они Присутствуют Так Погнали Погнали Попытаемся Взорваться Вот этим Вот друзьям Если сейчас У меня получится Вынести Феникса И Чесе То тогда Будет Вообще Красота Ну а если Нет Ну значит Я был Максимально Бесполезен В данном бою Есть Ну и вот Приехал Феникс Едь сюда Мой дорогой А Бой закончился Ничего себе Мог Мог Феникса Сейчас Добрать И кстати Шкода Действительно Умеет Добирать Есть у нее Такая способность Только Помните О том Что у вас Цикличный Барабан А не Система Дозарядки Что существенно Меняет Скажем так Подход К принятию Решения О том Опустошать барабан Или нет В данном бою 2050 Единиц Урона Тоже далеко Не самая верхняя Планка Ну у меня Шкода играется В районе урона Где-то От 2 до 2500 За бой Это приблизительно Точно сказать Не могу Но факт Остается фактом На все 100 Реализовывая Данную машину Вы можете Выезжать С уроном Более 3000 Это В принципе Тоже для нее Не проблема Мы занимаем Первое место В нашей команде По урону Лайк Себе ставить Не буду По примеру Предыдущего боя Сам себе Ставлю Только дизы Когда адекватно Понимаю Что я действительно Где-то что-то Как-то Не дотянул И этот диз Действительно Заслужил Вот такая вот Шкода Т27 Покупать или не Покупать на аукционе В принципе Решайте Ребята Самостоятельно Это ваша голда Мое дело Показать машину Действительно Такой Какая она есть На самом деле Без каких-либо Прекрас Ну и теперь Переходим К Т-44-85 Которого Выставили на продажу Как я понимаю Чисто для коллекционеров Потому что Особого Интересно Машина Навряд ли Должна Вызывать И в частности Я сомневаюсь Что прям Найдется Огромное количество Игроков Которые будут Хлопать в ладоши И кричать По поводу того Какая имба Что касается Орудия Время сведения 3,3 Разброс 0,340 И честно говоря Для такой машины Это многовато Почему говорю так Потому что Опять так Картон Ну бог с ним С картоном Здесь Самый такой Знаете Жирный гвоздь В гробу Данной машины Хотя этих гвоздей Не так уж и много Это угол Склонения орудия Вниз Который составляет Всего лишь Минус 6 Ну а что касается Среднего урона То 200 единиц Вроде бы и неплохо С учетом того Что время перезарядки 4,7 С учетом того Что в оборудовании Установлен досылатель Что касается Бронепробития То цифра Плюс-минус приемлемая Как это выглядит Через прицел То посмотрим Сейчас в реальном бою Куда с вами И отправляемся На очередной Экспресс-тест Тачки Ну что друзья Поехали Т-44-85 В моем случае Из-за наличия Легендарного Камо Бравый Но честно говоря Он такой бравый Как я Картавый Ничего бравого В нем нет Да Он прикольно Передвигается по карте Этого у него Не отнять Ехать вот туда К точке С Мне дорога заказана По одной простой причине Потому что Если вы обратите На угол склонения орудия То вот Вот в такой вот проекции У меня орудие Вниз уже не гнется Если я отъеду еще Немножко назад То короче Для меня Вот эта вот горка На которую сейчас Поехал ВК-26 Она в принципе Для меня Где-то там Знаете За пределами Моих возможностей Именно поэтому Не стоит Ехать на Данной карте Вот туда К точке С Ну и вообще На любых других картах Нет абсолютно Никакого смысла Ехать на Какие-нибудь Неровные участки Данная машина Должна Как мне кажется Я никого Ни в коем случае Не учу играть Я просто Говорю Как я Играю На том или ином Танке Не более того Я не настолько Крутой игрок Чтобы кому-то Рассказывать Как ему Правильно Управлять Его танчиками Но я лично Считаю Что самое Грамотное Как можно Использовать Данную машину Это где-то На ровных Участках Выкатываться Из-за каких-то Укрытий Накидывать Урон Здесь Как вы видите Время сведения Плюс-минус Нормальное Что касается Разброса Он все-таки Великоват Для данной машины Ну а что касается Точности То точность Присутствует С этим я Спорить не буду Ну и Продолжая Тема разговора Я считаю Что на данной Машине Самое грамотное Что вы можете Сделать Это Выехать Из-за какого-то Укрытия Дать Выстрел Через 4,7 секунды Вернуться обратно Из-за укрытия Ну и соответственно Накинуть Еще раз Также стоит Помнить По поводу того Что ход назад У данной машины Он Ну не сильно Крутой То есть Если вы уже Куда-то влетели То вам лучше Уходить Как мне кажется Чисто Газуя вперед Нежели пытаться Отраковать назад Потому что Сдать назад На данной тачке Действительно Очень-очень сложно Даже сейчас Спускаясь с горки Для меня Это проблема Я действительно Уныло Откатываюсь назад Даже спускаясь Здесь с горы Короче говоря Ребят Лучше Вперед Вперед И только вперед Но это мое мнение Вы свое пишите В комментариях Может быть Я что-то неправильно Понимаю Опять-таки Сейчас Выехать на Хельсинга Не вариант Встретить Хельсинга Тоже Задача Не из легких Потому что Опять-таки Угол склонения орудия Мне этого просто Не позволяет Так Как я говорил Вперед-вперед И только вперед Я надеюсь Что сейчас Блин Кретанули Я надеюсь Я надеюсь Что у меня Сейчас Хватит Скорости На то Чтобы уехать И возможно Возможно Как-то отсюда Где-то Кого-то Встретить Поеду Посмотрю На Бизонте Как он выглядит Ой господи На Бизонте Заговариваю Спросите На Басот Там Где этот товарищ Катается Пока дотянусь Блин Пока дотянусь Но Не знаю Пока вроде бы В нашу пользу Хотя бы очки захвата И опять-таки Ребят Игровая ситуация В которой Угол склонения Орудия Решает Прям Прям все На другом танчике Я бы не продолжал Вот такое вот Прямое движение Я бы просто Поднялся Чуть-чуть на горочку И как только Появился бы Из-за нее Сразу бы накинул Ну а В данном случае Нифига Пришлось двигаться Вперед Для того Чтобы можно было Выцелить Басотто Ну и соответственно Отправить его отдыхать Где-то мой союзник Катается Но это победа Ребят По очкам Сугубо по технике Что я Что Шкодам Т-45 И мы решили Засейвиться Особо не связываться С этим оставшимся В живых соперником Я не знаю Насколько это было решение Грамотным Может быть Если бы я на него поехал То сделал бы Больше урона А с другой стороны Поехал бы на него Слился Ну и соответственно Приблизил поражение А не победу Поэтому уж простите Но я Может быть Казалось со стороны Трусливо Но по правде Просто обдуманно Да И взвешенно Уходил Для того чтобы На лишние неприятности Не нарываться Две тысячи Две тысячи Две тысячи Единиц урона Как я уже сказал Ребят Машина Навряд ли Многим понравится И основное Что будет Бить постоянно Вам Под коленку Это Крайне слабый Угол склонения Орудия вниз Ну и Честно говоря Великоватый Разброс Но здесь уже Ребят На любителя Что касается Нашей шкоды Заслуженный лайк 5 фрагов И первое место В команде по урону Ну и то же самое Поставим лайкос Нашему сопернику Я правда не понимаю За что его Я так понимаю Собственные игроки За дизели Он в принципе Сделал гораздо больше Чем они Ну и ладно Это уже разборки Их компаний Наша компания Плюс-минус Неплохо отыграла Вот такой вот Т-44-85 Который однозначно Ну не стоит Сейчас приобретать На новогоднем аукционе Лучше приберегите Голду И купите что-нибудь Более стоящее И более интересное Я побежал снимать Специально для вас А вам друзья мои Как обычно Мира И обязательно Спокойствия Пока-пока